В соответствии с рекомендациями МАГАТЭ, в мировой практике используются три варианта снятия АЭС с эксплуатацией. Первый – полная ликвидация, разбор всех конструкций и сооружений до состояния так называемой зеленой лужайки. Второй – захранение или вариант бурого пятна, когда установка разбирается частично, а наиболее загрязненные конструкции, такие как реактор и первый контур охлаждения, максимально герметизируются и консервируются. И третий вариант – хранение атомной электростанции под наблюдением. В этом варианте герметизируется реактор, демонтируются ненужные конструкции, а прилегающие здания и сооружения дезактивируются и продолжают использоваться, как правило, для работы с радиоактивными отходами. Именно третий вариант, когда инфраструктуру вокруг АЭС необходимо эксплуатировать и далее, выбран для Чернобыльской атомной электростанции. Для реализации данного проекта был принят подход так называемого отложенного демонтажа, по которому предусматривается консервация и выдержка под наблюдением самого реактора и наиболее загрязненных конструкций и оборудования. Остальное оборудование и конструкции, имеющие малый уровень загрязнения, демонтируются. Проведение комплексного инженерного и радиационного обследования оборудования, зданий и сооружений, выполнение работ по выводу из эксплуатации зданий, систем и оборудования, демонтаж и выведение из эксплуатации тепломеханического оборудования и трубопроводов осуществляют специалисты цеха снятия с эксплуатации. В этом году мы закончили демонтаж оборудования машзала первого блока полностью, сейчас готовятся документы на списание его. В этом году мы закончили демонтаж пяти больших баков в районе ПРК на промплощадке. В планах у нас продолжать работы по демонтажу машзала блока номер два. Мы демонтируем оборудование, турбогенераторы, системы вспомогательные и основные системы. На 98-9% все оборудование машзала выведено с эксплуатации. В эксплуатации находится только оборудование жизнеобеспечения. Весь этот огромный объем работ, он действительно очень большой, выполняет 41 человек цеха снятия с эксплуатации. Руководитель этим процессом заместитель начальника цеха снятия по эксплуатации Балта Андрей Сергеевич. Мы с вами находимся на береговой насосной станции. Она предназначалась для подпитки водоема-охладителя. В настоящее время водоем-охладитель уже завершены работы по выводу из эксплуатации. Здесь находились насосы подпиточные, которые осуществляли подпитку. Данное здание уже в настоящее время выполнило свои функции, точнее оборудование в нем, которое расположено. И разработано техническое решение по демонтажу данного оборудования. В 2019 году ПОК передан в аренду для монтажа новой тепловой электрической станции на биотопливе. Поэтому то оборудование, которое не будет задействовано в генерации, будет подлежать демонтажу. И скорее всего демонтаж будет выполняться собственными силами, то есть участком демонтажа цеха снятия с эксплуатации. Мы с вами находимся на дюкере отводящего канала. Входит в состав системы технического водоснабжения общего. И был предназначен для того, чтобы шандорами, которые здесь находились, отсекать каждый сливной канал с блока. Для выполнения различных ремонтных работ на канале. Данный дюкер и данное оборудование в настоящее время перестали выполнять свои проектные функции, так как не входят в схему нынешней уже системы технического водоснабжения. Демонтаж выполнен данного дюкера полностью, со всеми механизмами и полностью со всеми шандорами. Здания и сооружения Чернобыльской атомной электростанции условно разделены на три зоны. При этом консервации и выдержке подлежит лишь оборудование реактора и прилегающего к нему первого контура. Внешние по отношению к реактору, а большое количество вспомогательных зданий и оборудование в них имеют слабый уровень загрязнения, демонтируются. Стратегия предусматривая демонтаж, начиная со слабо загрязненного металла и оборудования и заканчивая более загрязненным. Были проведены реконструкции, после которых значительная часть оборудования, может даже около 80%, перестала выполнять свои проектные функции. Мы с вами видим за мной, то есть зала КС-2, здесь находились компрессора по сжатому воздуху, находилось оборудование установки разделения воздуха, которые перестали выполнять функции, и мы выполнили их демонтаж. Это 13-й компрессор, 14-й и так далее. То есть здесь осталось оборудование в зале, вы видите, очень мало, которого теперь достаточно для обеспечения потребителей. Каждая работа, она сложна по-своему. За каждой работой стоят люди, и первым делом это охрана труда, то есть это жизнь и здоровье людей. Поэтому выделить каждую работу в чем-то я не могу. Она очень сложная, к ней нужен особый подход, определенная оснастка, разработка каких-то технологических карт. Каждый от слесаря до инженера, который организовывает работу, и он четко должен представлять ту опасность, которая может возникнуть при той или иной ситуации, и принять меры для того, чтобы минимизировать ее и выполнить эту работу четко, правильно, и в рамках законодательства Украины по охране труда. В первую очередь. Мы с вами находимся на малой стройбазе. Нашим персоналом был выполнен монтаж здания. Данное здание находилось на зоне «Ф». Это гараж бывшей наварки, которая сооружала нашу арку. Там мы выполнили работы по демонтажу и выполнили здесь ее монтаж. Здесь сейчас проходят ремонтные работы, завершение уже ремонтных работ. Данное здание будет предназначаться для отдыха персонала. Персонал цеха снятия с эксплуатации осуществляет организацию и обращение со специзделиями и радиоактивными отходами в закрепленной зоне обслуживания. Ведет хранение, перемещение, фрагментацию, дезактивацию демонтированных специзделий ЦЗ-1, 2 и 3. Специалисты цеха обеспечивают сбор и передачу в ЦОРО радиоактивных отходов, образующихся при осуществлении производственной деятельности в помещениях и на оборудовании 1, 2 и 3 блоков. При этом обеспечивают исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования и систем блоков 1, 2, 3 в пределах главного корпуса и внешних сооружений, закрепленных за цехом. Планы у нас еще в этом году, скажем так, очень грандиозные. Мы демонтируем оборудование не только на промплощадке, на ЧАЭС, в том числе и в Славутище. В этом году мы будем демонтировать водонапорную башню в районе ПСХ, в Неданчичах, которая стоит на балансе ГСПЧС. В этом году у нас в планах начать работы по демонтажу отдельного оборудования КСН-1. В этом году мы собираемся получить разрешение на списание и начать работы по демонтажу оборудования ДЭС-2, отдельного оборудования ХВО, в том числе и с переходом на следующий год начать работы по фрагментации оборудования 93-й площадки, а также расчистки территории НБК от ранее демонтированного оборудования. Демонтаж, удаление чистого и низкоактивного оборудования с их последующей утилизацией, переработкой и реализацией позволяет Чернобыльской атомной электростанции вести плановое перепрофилирование освобождаемых помещений, зданий и сооружений, вести работы по дезактивации и последовательному обращению с радиоактивными отходами.